ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 Как без задач играть? Естественно, задача общего плана – это адаптировать тот состав, который завоевал право играть в ФНЛ. С другой стороны, подготовить молодых игроков, которые соответствовали уже уровню первого дивизиона. Поэтому, конечно, высоких задач пока никто не ставит, они не стоят. Задача – оптимизировать состав, который был бы конкурентоспособен, а уже во время зимней паузы, возможно, усиление, чтобы реально понимать, кто нужен и для чего нужен. Грубовато это звучит, но вот именно в таком ключе. А сейчас эти люди должны сами адаптироваться. Они заслужили право играть в ФНЛ, было бы неправильно сейчас каким-то образом ротацию такую механическую, что ли, производить. Так что высоких задач пока нет. Вы один из российских тренеров, которые очень долго в разных командах работали, в разных лигах, в том числе и в… Самая комфортная была в «Уфаке» работа. Вот что сейчас первая лига, сравнить ее можно с первой лигой в 8-ми годичной давности? Что вот вы сейчас новое увидели? Я скажу так, увеличился разрыв между премьер-лигой и первым дивизионом. Я не могу сказать, что первая лига стала слабее, хотя, возможно, средний уровень, если вот отсечь там, допустим, самые сильные команды, ну, Динамо, допустим, Тосно, они, конечно, укомплектованы очень прилично. Или явных аутсайдеров, может быть. То средний уровень, возможно, он и не снизился, но разрыв увеличился. Разрыв большой, поэтому команды, которые выходят в премьер-лигой, им очень тяжело. Первый год, они, по сути, на две трети, если не больше, вынуждены менять состав. Ну, и я скажу, что посещаемость упала в первом дивизионе. Сейчас очень, ну, то ли это с экономической ситуацией связано, то ли, не знаю, не могу объяснить. Вот, плюс изобилие искусственных полей. И я противник этого. И немножечко качество футбола, конечно, страдает от этого. Вот, опять же, может быть, в силу экономической ситуации приток молодежи не такой, каким хотелось бы тренером увидеть его. Ну, тут это уже отдельная тема, и в каждом регионе свои причины на это. Александр Сергеевич, у вас сегодня на руках был очень серьезный козырь. Факел играл три дня назад на Дальнем Востоке. Понятно, было функционально, вы имели преимущество. Как вы собирались его использовать? Сработали ваш план? Ну, я уже частично ответил на ваш вопрос, что первый тайм, по сути дела, был равным. Но абсолютно верно, вот именно из этого мы исходили, что факел сутки туда, сутки оттуда, реаклиматизация и так далее. Но не удалось, немножечко не удалось быстрее, точнее доставлять мяч в линию атаки. И немножечко просили в середине поля, вот с точки зрения контроля ничья. Поэтому план именно вот таким был, о чем вы говорите, но не все удалось. Но это уже тоже так. Для внутреннего пользования разговор, почему и у кого именно не все получилось. Вы сказали, между премьер-лигой и первым дивизионом большой разрыв, а вы сейчас вышли из второй лиги, укомплистовались тоже футболистами второй лиги. И выглядели очень даже неплохо. Ну, нет, но... Тут что? И большой разрыв получается? Ну, дело в том, что я говорю, тут стояла задача просто-напросто дать этим людям шанс закрепиться в первом дивизионе. Не стояла задача взять более сильных игроков, и за счет этого, именно за счет доукомплектования такого, вот... Ну, выглядит же не прилично. Ну, а я же разве сказал, естественно, я и даже по этой игре, вот, хотя она проиграна, только самые теплые и добрые слова в адрес своих игроков, могу сказать, что они бились, старались, играли и так в каждой игре. Характер у команды есть, просматривается, и поэтому я и говорю, такого вот огульного желания кого-то пригласить, заменить, его нет. В этом плане, в плане характера, в плане самоотдачи, морально-волюции, качество команды очень достойно выглядеть на фоне любого соперника. Спасибо. Александр Сергеевич, те игроки, которые в Химках вышли на замену, сегодня некоторые оказались в основном в составе. Вот, они сумели как-то повлиять на ход встречи, на саму игру, и, ну, результат мы все видим. Ну, если первый там 0-0, а второй 0-2, то вы сами должны найти ответ на свой вопрос. Вот, а я еще раз говорю, ну, таких принцессий конкретных, вы это меня сейчас не услышите. Это проигрывает и выигрывает команда, а сейчас сконцентрировать внимание на ком-то одном было бы неправильно. Ну, опять же, нельзя ведь только говорить о том, что получилось, что не получилось у тех, кто вышел на замену. Нужно еще и говорить о факеле. Факел-то тоже не стойки для водки, они тоже заставляли ошибаться, напрягали, вот, мешали и так далее. Поэтому, если у кого-то что-то и не получилось, то это заслуга и факела, а не только промахи с самих игроков Химов. И еще один вопрос, кому надо рисовать главную такую ошибку? Ну, не ошибку, практически у Химов отсутствуют дальние удары, то есть нет ударов из-за штрафной. Ну, это... Это тактическая установка или это слабость игроков? Нет, естественно, такой установки нет и никакой слабости речи здесь не идет. Вот, это, я говорю, это уже тема для внутреннего разбора. Почему, в каком эпизоде и как это нужно показать, сказать, почему. Поэтому, естественно, такой установки не было и класс игроков Химов позволяет любому практически пробить из 25, из 30 метров и так далее. То есть здесь ни то, ни другое. Ну, хочу всех поздравить ребят, болельщиков наших, преданных с победой. Если брать саму игру, откровенно говоря, мы, тренерский штаб, очень опасались этой игры по одной простой причине. Потому что у нас возникли большие трудности, связанные, во-первых, с составом. Мы потеряли в игре с Хабаровском центральную ось нашу, центральную ось центрального защитника с отресением мозга у Курилова. Потеряли капитана команды центрального полузащитника Мурнина. Мурнина, и здесь, конечно, они, скажем так, ключевые игроки, от которых в игре многое зависит, многое зависит. Это один фактор, чего мы боялись, состав, вот именно составом. И второй, конечно, тот график, в котором мы играем. Все команды так играют, но мы второй тройной выезд, мы попадаем, две на выезде, одна дома. И Дальний Восток, вот сейчас через два дня улетаем в Новосибирск. И здесь задача была чисто в функциональном плане, ребят, подвести, восстановить кондиции. За что я ребятам очень благодарен, очень благодарен, что они вытерпели, терпели и проявили характер. И в каких-то моментах мастерство, все, где-то не хватало, все. Взламывать такую оборону очень сложно. И по первому тайму были претензии у меня к игрокам в средней линии, линии обороны. У нас много было, с учетом того, что они отходили все 10 человек на свое поле, было много очень промежуточных передач. Нужно было более активно действовать нашим фланговым защитникам, более целенаправленно работать. Подходы были, но качество передач с фланга оставляло желать лучшего по первому тайму. На второй тайм внесли мы коррективы. Я попросил ребят убыстрить игру, попытаться реализовать то территориальное преимущество, которое у нас было. Но реализовать за счет чего? За счет того, что должны были идти вперед, низом вперед, обостряющие передачи, проникающие, обостряющие передачи. И должны фланги заработать. Плюс стандартное положение. Собственно, то, что имеем, то имеем. Имеем гол, забитый со стандартного положения, и второй, быстрая фланговая атака с великолепным завершением, с отталкиванием. У него всякие поздравляю. Пожалуйста, вопрос. Павел Ильич, видно, что Фахеву всегда тяжело отдается оппозиционная атака. Тем более, что сегодня, когда центр поля как-то обеспровлен был, этот самый, господи, как его Альшин с фланга уходил в центр, вроде бурнаж, бровщикой играл. То есть, но в середине поля мало что получалось. А со Свежевым, то что вот в этой связи? Свежевым тоже травмировался. Получается, у нас два центральных полузащитника выпали и центральный защитник. И здесь перестановку пришлось делать. Диму с опорной зоны Иванова пришлось опускать на место центрального защитника. А в этой позиции играл у нас вообще первую игру. Играл в составе Мустафаев тоже после травмы. Поэтому там и судороги начали хватать. Это вполне естественно. Перестановки. Потом, если бы обратили внимание, что в составе у нас было три форварда. И мы, собственно, и планировали, что команда, изучая ее перед игрой, они играют. У них крайний полузащитник смещается. Они практически играли в три центральных полузащитника. И понимая это, что мы можем проиграть в этой ситуации в центр поля. Если мы проиграем в центр поля, значит, под сомнение поставили бы результат матча. Поэтому было дано задание. Опорник в опорной зоне у нас, центральную зону закрывал Мустафаев. Один из форвардов в данном случае, Саталкин, опускался ниже сюда. И два крайних полузащитника, Лукьянов и Альшин, заужали. И тогда мы здесь уравнивали в численном количестве. И акцент атак, было требование через крайних защитников. Если Миша Багаев и первый, особенно в первом тайме, он большой объем работы дал, да, передача там немножко не доходила, да, но дал все, то Бурнаш немножко слабее. Второй тайм, внесли коррективы, подсказали Бурнашу, и, собственно, и гол пришел с его там участием, да, второй мяч, вкренился, передача там Мичуринкова, прострелы, завершение, все. И здесь взламывать нужно было фланги за счет крайних защитников, все. А так, видите, структурные какие изменения, структурные. И Никита Саталкин, конечно, он форвард, форвард, видите, вся строта, он, в штрафной площади, он опасен там, что, завершающий фраз, потому что уровень мастерства у него, скажем так, не в обиду Миши, и голову сказано повыше немножко, да, все. И он делал, скажем так, большой проделал объем работы, не совсем свойственные для него, да, и все, и тут были по первому тайму вопросики, второе получше все, я доволен этим, по второму тайму. Пожалуйста, еще вопрос. У меня вопрос. Дамдан Вачкару, проект-репортер Росевков Михаил. Павел Потеревич, подскажите, пожалуйста, какой секрет подготовки команды при таком сумасшедшем графике, когда, ну, Сибирск, потом Новороссийск, насколько я знаю, оттуда на автобусе в Воронеж, как готовить команды в таких условиях? Ну, здесь никакой развивающей работе, и даже в какой-то степени, ну, мы поддерживающую работу делаем, вот в этих коротких микропаузах между играми, но вы сами сказали, вы представляете, какая колоссальная нагрузка ложится на ребят в связи с перелетами, часовые пояса, все. Здесь только идет такая восстановительного характера работа, нам главное, чтобы восстановить ребят к следующей игре. Вот, смотрите, мы прилетели с Хабаровска, летели там, туда летели с приключениями, вы знаете, да, обменили рейс срочным, там, билеты доставали, приехали, успели на рейс, мы могли вообще не успеть на этот рейс. Если бы мы утром приехали, если бы вечером в 9 часов вечера не сообщили нам, мы приехали в аэропорт, мы никак бы не успевали на его, никак не успевали, ни при каких раскладах. Оттуда прилетели, не со стыковка рейсов, все, мы ехали из Москвы 8 часов, 8, там, 9 часов летели, 8 часов ехали автобусом. Представляете, какая это нагрузка. Все, и вот за два дня, ну, как-то более-менее ребят подвели в таком состоянии, все. Сейчас опять такая же история, такая же, чуть меньше, но опять в Сибирь лететь 5 часов из Москвы, сейчас до Москвы, там 5 часов. График, конечно, очень сложный, все. Плюс, вы упомянули Кубковый, да, действительно, мы прилетаем 22-го числа, прилетаем из Новосибирска, к обеду мы в лучшем случае, если никаких форс-мажорных обстоятельств, к обеду мы здесь, а 23-м поездом, уже выезжаем поездом, едем в Новороссийский, приезжаем за 5, за 6 часов до игры. Приедем, пообедаем немножко, отдохнут ребята, играем, а назад возвращаться, нету билетов, с юга сейчас возвращаются, с лагерей, каникулы заканчиваются у детей, все, нету билетов, вообще нет билетов. И мы вынуждены возвращаться оттуда автобусом, а с учетом того, что М4 трасса загружена, все, мы там и часов 20 будем в автобусе оттуда ехать, не меньше. Все, вот представьтесь, ну, благо там, там через 3 дня, 25-го мы приедем сюда, 28-го игра уже с Нордовией у нас. Колоссальный график, все, и я просто преклоняюсь перед ребятами за то, что они держатся. Павел Владимирович, оказывая резерв здесь, какой-то существует, что с травмированным, возвращением Мурнина, когда планируется Лежо, без них это вообще передастся. Ну, пока ситуация такова, что и Андрей, и этот Витя пропускали тренировки, сейчас пару дней до этой игры, он, может быть, еще эту игру пропустит, они все, но Куилов однозначно, как минимум, неделя у него покоя, все, потом по симптомам, по симптомам, врачи обследуют его, разрешат ему тренироваться или нет, потому что у него там 6 слов наложили и сотрясение мозга, все. Сейчас вот у нас проблемы, сейчас у Мустафаева с коленом, там проблема возникла, у Вани, ну, у Вани, там, у Лукьянова, по всей видимости, с забитой мышцей, все, не более того, все, но проблемы есть. И к игре маловероятно, что, потому что через два дня у нас практически уже, уже через два на третье игра, все, и будем выходить то, что есть у нас. То есть, вот сегодня в заявке были все, кто... То есть, получается, на тот же кубковый матч вариант, когда играет второй состав, исключен, да, даже играть живые и здоровые. Ну да, но мне бы хотелось, если бы все были в строю, мне бы хотелось немножко ротацию состава, дать тем ребятам, на которых основная нагрузка ложится, немножко дать передохнуть, потому что на таком графике невозможно, но мы просто физически ребята не выдержим все это, все, поэтому будем стараться, и медицинская наша служба постарается, чтобы как-то восстановить, как будто может кто-то возвратиться. Не исключен вариант, не исключен вариант, что мы одного только человек заявим, новичков заявим. А так, Тихий возвратился, сейчас по индивидуальной программе после операции работает, но это вопрос не сегодняшнего дня, на реабилитации в Москве находится после операции. Тимошин, все, проблемы есть, серьезная проблема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова